Сложно представить, о чем думают подростки, соглашаясь на употребление или распространение наркотиков. Ведь, несмотря на широкую информированность, в Беларуси наблюдаются рост подобных преступлений. Однако точно можно сказать, что никто из них до конца не отдаёт себе отчёт, что эта скользкая дорожка ведёт отнюдь не в светлое будущее, а в места лишения свободы. Для того, чтобы предостеречь учащихся от необдуманных поступков с трагическими последствиями, в Брестский колледж приборостроения пришли сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. «Различными субъектами профилактики проводится огромная работа на базе нашего колледжа. В настоящее время приглашены сотрудники органов, которые разъясняют ребятам правовые нормы с целью недопущения их противоправных действий. Конечно, мы со своей стороны стараемся увлечь ребят какими-то хорошими делами, совместно с родителями, с другими субъектами профилактики, дабы они направить их в нужное русло. Иначе в противном случае они найдут себе занятие, которое нас не всегда будет радовать». «Мы сегодня очередной раз посетили учреждение образования для того, чтобы донести учащимся детям о вреде наркотических средств психотропных веществ, предупредить о том, насколько это тяжело и страшно, когда люди, дети, губят свою жизнь и меняют её на какие-то неизведанные порошки, что-то непонятное и уходят длительный срок в тюрьму. Объяснить, что бесплатного сыра не бывает, и какие-то мнимые, якобы заработанные деньги ими помогут скрасить и улучшить их материальное положение. На самом деле это не так». Сотрудники правоохранительных органов сегодня максимально быстро выявляют курьеров и наркозакладчиков. А для тех, кто их завербовал, подростки являются не более, чем расходным материалом. «В соцсети приходится общение, вот, типа, можете подработать и скидывают ссылку, люди переходят и регистрируются. Не стоит гнаться за легкими деньгами, потому что это может поломать жизнь». Говорили с ребятами в этот день и о преступлениях, которые совершаются в сфере информационной безопасности. Современные подростки на «ты» с гаджетами и интернетом. Поэтому данная тема для каждого из них близка и интересна. Юношам еще раз напомнили, как не стать жертвой киберпреступников, а также попросили передать услышанную информацию родным и близким. Возможно, кого-то она убережет от действий мошенников. «Мы пытались им донести тот момент, чтобы они побеседовали со своими бабушками, дедушками, родителями о том, как вести себя также в сети интернет, чтобы это общение, оплата коммунальных услуг и другие платежи, покупки в интернет-магазинах были приятными и безопасными». «Сегодня нам провели лекцию, рассказали про мошенничество, какие виды бывают мошенничества. Я знал о некоторых способах, но нам сегодня еще рассказали, какие новые появляются благодаря компьютерным технологиям. В ближайшее время я хочу рассказать это своим родственникам, чтобы они не попадались в такие ситуации». Сотрудники различных государственных органов до 10 октября в рамках информационной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» будут посещать образовательное учреждение Брещины, чтобы поделиться своими знаниями и напомнить о последствиях необдуманных поступков. Говорить с молодежью важно и нужно, ведь незнание не освобождает от ответственности, а, как гласит народная мудрость, предупрежден – значит вооружен. Людмила Логодич, Александр Воронин и Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».